Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Вероника Сухачева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях четверга, 7 марта. Смотрите в ближайшие минуты. Три недели вне дома. Как себя чувствуют дети, пострадавшие при пожаре после их перевозки в Нижний Новгород? Разговорчики. Чиновников научат общаться с калининградцами так, чтобы у тех не возникало желания дать взятку. Что Калининграду в радость, остальной России в тягость. Регионы хотят запретить ввоз дешевого мяса из нашего региона. Белый и пушистый. В бассейне Калининградского зоопарка появился новый житель. Язык жестов, язык команды. Каково это заниматься керлингом, но не слышать друг друга? Теперь подробнее. Снова минус. Недолго радовались калининградцы теплой весенней погоды. В эти выходные жители области ждет резкое похолодание. Антициклон принесет не только солнечную погоду, но и существенное понижение температуры. В международный женский день будет еще плюсовая температура на уровне 2 градусов выше нуля. А уже 9 марта столбик термометра опустится до нуля градусов. В воскресенье же 10 марта до минус 2 градусов. Ночью всю оставшуюся неделю будет держаться минусовая температура. Вероятность осадков при этом минимальна. Подобная погода продержится минимум до середины следующей недели. Мы продолжаем следить за тем, как обстоят дела у детей, которые проходят лечение в ожоговом центре Нижнего Новгорода. Напомним, 21 февраля спецборд МЧС доставил туда мальчика и девочку. Пострадавших при пожаре в поселке Знаменское Багратионовского района. Там в жилом доме взорвался газовый баллон. У подростков обгорело 30% тела, преимущественно конечности. В сопровождении команды врачей их отправили в долгий перелет. Он прошел успешно. Последние три недели дети находятся в Нижегородском ожоговом центре. У девочки почти все раны закрыты. Уже почти все раны закрыли. Там остается небольшая мозаика, около 1% поверхности тела. А у мальчишки тоже практически все закрыли. Но там остается, по-моему, на нижней конечности процента 2 еще. То есть большая часть ожоговых ран, глубоких, которые у них были, мы уже все закрыли. Еще одна сложная операция по пересадке кожи ждет Андрея. Смогут ли восстановить лица пострадавшим, пока неизвестно. Отдельные пластические операции будут проводиться уже после основных, по закрытию глубоких ожогов. Помочь материально семьям пострадавших можно, используя информацию, которую вы видите на своих экранах. В городе установят дорожную разметку из горячего пластика. А в область могут ограничить ввоз мяса. Более подробно об этих и другие интересные новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Регионы забили тревогу. Калининград производит 60 тонн мяса, а вывозит из области в Россию 220. Причем большая часть – это мясо импортного производства, которое ввозят в Калининградскую область без уплаты пошлин. Российские производители терпят убытки, поэтому главы регионов на правительственном уровне подняли вопрос о сохранении льгот для нашей области. Два раза не падает? Падает. Ученые утверждают, что метеорит может упасть в любую минуту, как это случилось 15 февраля этого года в Челябинске. При этом исследователи опровергают сведения о том, что наша планета вошла в шлейф астероидов, и опасность их падения на поверхность Земли возросла. Отметим, что теперь вероятность падения метеорита составляет 90%. Поезд из Калининграда в Польшу будет идти через Бранево, а не через Барташицы. Причиной такого объезда стало плохое состояние вокзала и путей этого пункта. Руководство польских железных дорог в ближайшее время ремонт не планирует. Первый поезд из Варминска-Мазурского воеводства прибудет в Калининградскую область в начале лета. Правительство объявило конкурс на создание нового стадиона к Чемпионату мира 2018 года. Эту инициативу предложил губернатор области Николай Цуканов. Главное условие в названии должно присутствовать слово «Россия». Приблизительная стоимость будущего объекта уже составляет 10 миллиардов рублей, поэтому каждый желающий может помочь придумать имя нашей арены. В Калининграде впервые установят дорожную разметку из горячего пластика. Эту технологию суперпрочного пластика уже давно используют в Литве и Польше. Из городской казны на это выделят полмиллиона рублей. Раньше использовался преимущественно холодный метод, но он себя не оправдал. Новые зебры прослужат не меньше трех лет. Испытают их на центральных улицах города. Курсы валют на 7 марта. Доллар США 30 рублей 62 копейки. Евро 40 рублей ровно. Литовский лит 11 рублей 58 копеек. Польский злотый 9 рублей 69 копеек. И вновь в Калининградском зоопарке пополнение. Тюлени Хатаки в эту среду родила малыша. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо. Но пока увидеть их вблизи могут только избранные. Сейчас вокруг тюлененка установлена зона карантина. Обычные посетители уже могут увидеть новорожденного, но пока издалека. Для нее это уже не первое рождение. У нас тюленята рождаются уже третий год. Позапрошлым году у нас было два малыша. В прошлом году было два малыша. И вот сейчас родился первый малыш. Но мы надеемся, что будет еще второй. Малыш сейчас находится на суше. И пока он кормится от мамы. Воду не спустится. Знакомство тюлененка с водой произойдет по расчетам зоологов примерно через 2-3 недели. Тогда же он поменяет и белую окраску на серую. А пока у посетителей зоопарка есть шанс увидеть тюлененка еще бельком. Сотрудники зоопарка еще не решили, как назовут малыша. Может быть, в выборе имени примут участие и посетители. Зависит еще многое, как он будет себя вести, каким он будет. Может быть, ему какое-то имя получит от своего поведения. Ну и это первый, второй. Все-таки он только еще родился. И может быть, масса всяких нюансов. Сразу после рекламы вы увидите. Язык жестов, язык команды. Каково это заниматься керлингом, но не слышать друг друга. Хорошо шутишь, иди на кастинг. На выходные в Калининграде отберут новых участников стендап-шоу Comedy Club. Новая ведущая, новые советы. Один из телепроектов Первого городского сменил лицо. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Как не сболтнуть лишнего. Чиновникам объяснили, как надо общаться с людьми, чтобы у тех не возникало желания давать взятку. Для этого составили специальную инструкцию. Так что теперь никаких намеков. Идея призвать чиновников фильтровать их разговоры возникла в Министерстве труда. Там полагают, что при общении с гражданами или коллегами нужно быть особо внимательным. К примеру, фразы «Ничего, договоримся» или «Спасибо, не булькает» вообще лучше никогда вслух не произносить. Также есть запрещенные темы для разговоров. Маленькая зарплата, мечта о новой машине, отсутствие работы у жены или необходимость отправить детей учиться. Не стоит упоминать и о своих желаниях. Об этом нужно забыть. Чиновник вообще на работе не должен жаловаться. Постоянные подарки, вроде шоколадок, получать тоже не советуют. Назвали все это антикоррупционной манерой общения. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Командный дух, сплоченность и ответственный подход к делу. Под таким девизом тренируется команда по керлингу Калининградского спортивного клуба инвалидов. Девушки не слышат друг друга, но это не мешает им занимать призовые места. О том, как прийти к победе в этом виде спорта, узнаем далее. Ольга Ярославцева стала первой калининградской спортсменкой, попавшей в сборную России по этому виду спорта. Недавно она завоевала победу на чемпионате мира по керлингу для спортсменов с нарушением слуха. Она не верит, что победила. До этого была очень тяжелая борьба. Первый раз на чемпионате мира была команда. Но уже на второй день настроение получше стало, психологический настроек. Особенности спортсменок еще больше делают необходимой работу в команде и работу в связке с тренером. Виталий Карпинский сам является действующим керлингистом, но со спортсменками с нарушением слуха впервые столкнулся в роли инструктора спортивного клуба для инвалидов. Найти общий язык между тренером и его подопечными трудно, абсолютно в любом виде спорта. Трудности же работы со спортсменками такого типа, по словам Виталия, у него не возникает. Эти люди очень ответственны и очень чепетильно подходят к процессу тренировки, воспринимают всю информацию. Ну а вопрос проблемности коммуникации мы решаем за счет того, что в тренером постоянно присутствует переводчик. Ну и девочки уже достаточно хорошо понимают, что от них хотят. И для них очень важно это визуальное восприятие. Визуальный контакт и внимание друг к другу, пожалуй, самое важное в керлинге с участием спортсменов с нарушением слуха. Девушкам приходится улавливать жесты друг друга. Наверное, самым главным и часто используемым жестом является команда «выбивай». Он и обозначает толкание камня – главного элемента игры. На самом деле, конечно же, у обычных спортсменов много голосовых команд, но при условии, что площадка более 42 метров, то когда играет не на нескольких дорожках спортсмены, много крика, зачастую это не так слышно слухом, как им проще передать это все своими жестами и более спокойно играть. Поэтому этот вид спорта как нельзя лучше подходит для людей с нарушением слуха. Полина Степанюк, Алена Мухина, Константин Казанцев, Служба новостей город. Стать резидентом комедий-клаб или начать охоту на ведьм – решать вам. А мы совместно с информационным порталом «Руград» расскажем о возможных планах на выходные. Как попасть в резиденты комедий-клаб? Если ты остроумен, находчив, а юмор – твое второе имя? Ты талантливый комик, но этого пока не знает никто, кроме твоей мамы? Не упустите шанс. Финальный кастинг, популярное телешоу, пройдет 10 марта с 12 до 17 часов в конференц-зале гостиницы «Калининград». В «Калининграде» устроили охоту на ведьм. 9 марта все любители загадок смогут поиграть в уже традиционную игру «Ночной дозор». Это интерактивная динамичная игра с элементами логики и риска. Можно пройти 10 уровней, разгадать 10 загадок, которые указывают на определенные места в городе, а затем отыскать те самые заветные коды в этих местах. Начало игры в 22.00. Докажи свою веру в жизнь. В это воскресенье в 10 утра должна состояться самая массовая пробежка в истории Калининграда. Цель бегущих – спасти жизнь юной калининградки Веры Казаковой. Место встречи – памятка Маринеска на Нижнем озере. Сделайте шаг в здоровое будущее. В Калининград с гастрольной приехал необычный театр. 9 и 10 марта в БФУ имени Канта можно будет увидеть спектакли студии «Камкут». Ее актеры расскажут и покажут, кому даруется счастье и влияет ли на это время и место. Всех старше 16 ждут в 7 часов вечера. 9 марта Калининград с концертом посетят сербская фолк-рок группа «The No Smoking Band». Ее постоянным участником является всемирно известный Эмир Кустурица. Все его знают как самого популярного режиссера бывшей Югославии, но он еще и талантливый музыкант. Концерт пройдет в Сити-парке. Начало 8 вечера. Приятных вам выходных! А теперь к новостям Первого городского канала. Подарок для всех поклонников Ольги Миланович. Теперь ведущая интерактива в прямом эфире будет радовать всех еще и в другом проекте. В глянцевом тележурнале «Страна советов». Впервые блондинка будет вести «Страну советов». Все бывшие ведущие этого тележурнала были одинаковые по типажу – жгучие брюнетки. Последняя по счету Валентина Куликова, которая давала советы в эфире тележурнала, отправилась на «Дом-2». Уже больше недели она находится в периметре проекта. Там строят отношения с еще одним калининградцем. А Ольга Миланович переняла эстафетную палочку и во всеоружии встретит зрителей уже в эту пятницу в 12.00. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или присылайте их на наш электронный адрес канал 1собакамейл.ру. Также напоминаю, что все новости дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей город. Всего вам доброго и до встречи.